Ребят, всем огромный-огромный привет! Сегодня я с новой брошкой. Это будет стрекоза. Я уже как-то делала один раз стрекозу. Это было больше года назад. С тех пор кое-что изменилось в моей творческой деятельности. Будет интересный хвостик у нее, будут прожилки, и такая она будет более легенькая, более интересная. По крайней мере, я на это надеюсь. В любом случае, для сравнения оставлю ссылку на прошлую свою стрекозу внизу в инфобоксе. Заходите, смотрите. Намесла эскиз. Перед тем, как вырезать, вот так согну напополам, чтобы было симметрично. И вырежу. Соответственно, крылышки будут одинаковыми. Но прежде чем это сделать, я расскажу, что мне понадобится. Это, как обычно, фетр. Вот такие камушки красивые. Их будет не так много. Такой красивый будет основной камушек. Желто-зелено-синий, переливающийся. И как раз отталкиваться я буду от этих цветов в своей стрекозке. Они все будут присутствовать в ней. Далее, вот такие камушки. Цвет сложно передать. Какой-то он зеленовато-голубоватый морской волны. Мне понадобятся бусины. Вот такого цвета. Цвет камушков. Такие различные бусинки для хвостика. Также мне понадобится, скорее всего, вот такой бисер. Зеленоватый, чтобы поддержать нотку. Вот в этом кристаллике. Возможно, такой. До конца я, как обычно, не уверена. Но в процессе все будет более ясно. Фетр люблю использовать в тон основному цвету изделия, брошки. Поэтому мой такой голубой в этот раз. Перевожу рисунок. Делаю две детали. Вырезаю. Одну часть откладываю в сторону. На другую перенесу рисунок. В первую очередь я буду приклеивать кристаллики. Буду пришивать кристаллики. Затем добавлять бисер и бусины. Использую обычную хлопковую нить. Мне нравится использовать нитки в тон. Оформлять прожилки. Вот таким бисером Тохо. 15 размер. Маленькие, симпатичные. Бисер я пришиваю обычным стежком вперед иголка. Никаких специальных швов мне нет. То есть я прям просто, аккуратненько протыкаю рядом. Есть, да? Затем вывожу иголку рядом с тем местом, в которое иголочка ушла до этого. Рядом, да? Нету даже. Иногда, конечно, бывает, что попадаю в то же отверстие. Но это бывает достаточно редко. Примерно рассчитываю расстояние, какое для бисеринки нужно. Достаточно ровно. Но затем я их, конечно же, еще выровняю. Покажу как. Еще раз. Рядышком прям протыкаю. Ну вот. У меня здесь все-таки немножко ушел бисер. Сейчас попробую выпрямить его. Продеваю иголку наверх. И сквозь все-все-все бисеринки протягиваю нитку. Натягиваю немножко. И вот, посмотрите. Достаточно ровно. Влюбилась я в этот бисер Тохо. Мне кажется, что изделие из него смотрится тоньше. А работа сама благороднее. Ну, если можно так сказать, да? Очень он маленький. И смотрится интересно и аккуратно. Посмотрите сами, да? Минусом является, понятное дело, его цена. Но, знаете, когда идет творческий процесс, творческий порыв, то тут цена уже особого значения не имеет. Поделила я крылышко на секторы. Мне сейчас будет очень удобно заполнять их разными цветами. Мною запланированными. И вообще очень похоже на настоящую стрекозку. Потому что, если помните, у нее тоже такие прожилочки. На крыльях есть. Начала заполнять секторы. И первый будет вот такой цвет. Прозрачный и с голубой сердцевинкой. Немного выложу вот таким Тохо круглым. Тоже 15-й. Очень маленький. Цвет здорово подходит к одному из оттенков на этом кристаллике. Кладу вот таким образом. Здесь можно поиграть с направлением. Буду приступать к желтому цвету. Обычный бисер по сравнению с Тохо кажется таким огромным. Но за то, что он очень быстро пришивается. Но, если честно, я бы с удовольствием все выложила в Тохо. Надо мне запастись как следует. Но вот знаете, еще и в магазине я в Леонардо покупала. Не особо большой выбор их. Сейчас сразу обошью кристаллик основной. Таким же голубым бисером, что и на кончиках крылышек. Вот совсем недавно, еще там, я не знаю, полгода назад, меня страшно бесило использовать бисер. И работать с ним мне казалось, что это очень нудно и противно. И когда мне нужно было положить немножко бисера, вот меня прям это очень сильно напрягало. И как же может измениться человек, да, за какие-то полгода, его пристрастия и привычки. Сейчас я получаю от этого удовольствие. И не могу понять, почему есть такое выражение, что люди не меняются. Я с этим категорически не согласна. Я сейчас говорю уже даже не столько о бисере, а сколько о каких-то более глубоких вещах. Я считаю, что люди меняются обязательно в процессе жизни. И если они этого не делают, то это очень странно на самом деле. Меняются наши восприятия, меняются наши мнения. Мы сами меняемся. Когда человек стоит на месте долгое время, мне кажется, что это не есть хорошо. Да, будем меняться к лучшему и никогда не будем останавливаться на достигнутом. Главное – хотеть. И что-то делать для этого, соответственно. А я тем временем выпрямляю бисер своим любимым способом. Наверное, единственным из возможных. В общем-то, он и так, видите, лежит достаточно ровно. Но это никогда не помешает. С небольшим усилием я так натягиваю, чтобы все выпрямлялось, давало на свои места. Итак, решила я оплести немножко основной этот кристаллик мозаикой. Сейчас покажу, как это делается быстренько. Значит, нитка у нас осталась внизу. Мы закончили первый круг. Теперь я беру бисер вот такой поменьше, чтобы сочеталось с этими прожилочками. И продеваю иголочку через одну бисеринку. Через одну. Вот сюда. Продела. И вот она вот так встает. Видите? Получается, как мозаика. Ну, девчонки, которые бисероплетением-то увлекаются, наверняка это знают. Но если вы новички, то вот примите на заметку. Смотрится интересно. Почему бы не попробовать? Так, следующее. Еще беру одну бисеринку. Через одну. Вот сюда. И натягиваю нитку. И натягиваю нитку в верхнюю первую самую бисеринку. И знаете что? Увлек меня этот процесс. Сделаю еще один ряд вот таким вот зелененьким бисером. И с третьим рядом все просто. Беру зелененькую и провожу вот сюда. Натягиваю. Беру зелененькую и провожу. Следующий цвет у меня будет вот такой бирюзовый красивый. Это кубические Тоха. Я нарочно беру разные по форме, по цвету. Кроме этого, вот как вы видите, также играю с направлением. Достаточно необычно. Но тем не менее, вот показала вам вдруг, вы не видели, как квадратный бисер выглядит. Вот. Я приступаю к хвостику. Он будет изюминкой. Наверное, это брошки. Интересные. Для этого я буду использовать вот такую проволоку 0,5 миллиметров. Достаточно она плотная. И отрезаю для хвостика на сантиметров 10 пока что. Потом укорочу. На одном конце делаю маленькую петельку. У меня такой набор бусинок. Сейчас я их буду как-то красиво располагать. Примерно вот так. И начинаю нанизывать. И теперь я здесь сделаю петельку. Сразу сделаю передние лапки. Для этого я тоже беру сантиметров 5 проволоки. Пополам. Здесь тоже сделаю петельку. Посерединке. Синий. Это? Какой? Голубой. Голубой. Вот для одной лапки насобирала что-то похожее. Сейчас сделаю то же самое на второй. Пришиваю хвостик за петельку, которую сделаю. То же самое делаю с рожками, лапками. Буду поднять основную часть. Для этого вырежу из картона ее. И сделаю такую прокладочку между двумя частями фетра. Обратную сторону пришиваю застежку. Теперь буду соединять две части вместе. Каким же бисером? Вот таким сделанным прожилки. Серебряным маленьким. Соединяю две части следующим образом. Я вставляю иголку в лицевую часть. Сбоку аккуратненько. Нанизываю одну бисеринку. И продеваю через тыльную часть с внутренней стороны. Вот так. Вот так получается. Я их потом буду все выпрямлять, чтобы они лежали красиво. Прохожусь по всему периметру брошки. Пришиваю глаза. Это будет две синих бусины. Ну и вот такая стрекозка у меня получилась. Яркая, летняя, красивая. Я довольна результатом. Как обычно. Если бы не была довольна, то не показала бы вам его соответственно. Хвостик может регулироваться, направляться в разные стороны. Так же как и лапки. А вот крылышки наоборот жесткие. Прям за счет картона. Вот такая. И вот так она выглядит сзади. Так же я приготовила весь материал на точную такую же стрекозку, только полностью синего цвета. Ну возможно с голубым она будет. Но не стала уже дожидаться, оттягивать. Потому что давно не было видео. Выложу ее. А если захотите посмотреть в другом немножко оттенки, то переходите ко мне в инстаграм. Я там обязательно ее выложу в ближайшее время. Все, спасибо вам большое за внимание. Напишите, пожалуйста, понравилось ли вам то, что у меня получилось. Ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Всем хорошего настроения, тепла, любви. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok